С начала текущего года в московском районе Бреста прошло уже более 170 рейдов по мониторингу санитарного состояния территории и составлено порядка 40 протоколов. Однако основная задача всё-таки не в том, чтобы найти нарушения и наказать виновных, а в том, чтобы предупредить подобные случаи. Работаем вместе с службами ЖЭС, работаем с санитарными службами, представители администрации. Задача наша отмониторить территорию, найти, где есть, скажем так, недостатки в санитарном состоянии, где-то трава непокошенная, где-то захламление территории, мусор, бесхозяйный автотранспорт, бесхозные объекты, поломанные малой артемной формы и детское игровое оборудование. Ну и иные вопросы, которые попадутся в поле зрения рабочей группы. Но в дальнейшем наша задача – это выписывать требования, предписания, работать с собственниками данных участков территории и наводить порядок. На этот раз в центре внимания рабочей группы территория, которая находится в ведении ЖЭСа номер 3. Она начинается от проспекта Машерова и выходит на заречную часть города. Санитарное состояние участка, по мнению комиссии, критическим не назовешь. Однако имеются недочеты, которые необходимо устранить. Из-за того, что мы сейчас видим, есть некоторые участки еще не вовремя поскошенной травы. Но пока ничего критичного нету, потому что у нас и службы ЖЭСа, и другие предприятия, организации также работают по определенным графикам. Поэтому где-то мы немножко их поторопим. Я думаю, вопросы будут закрыты. Пока свала каких-то несанкционированных мусора мы не видим. Есть некоторые замечания по малым артемной форме. Где-то лавочка поломана, где-то столик развалился. То есть необходимо будет привести его в порядок. Пока незначительные замечания. А вот у представителей ЖЭСа накопились замечания к некоторым жителям микрорайона. Ведь после заваривания мусоропроводов далеко не все усвоили, куда именно необходимо выбрасывать отходы. Дворники работают с 6 утра. И вот первая, можно сказать, половина дня почти получается, что мы вот эти мусорные пакеты выгребаем со всех кустов. Допустим, выходит дама, это было замечено с подъезда, ей немножко в другую сторону к автобусу идти. И она просто в мусорный пакет свой, в ведро, которое для мелкого там мусора, который стоит возле подъезда. Она бросила и пошла. А вторая выходит. Ну что, ей можно, а мне нельзя. Тоже вот. Вот это у нас сейчас просто бич. Потом сами же жильцы приходят и жалуются на мусор. Но ведь дворники не всесильны и у них есть строго отведенное рабочее время. Поэтому для того, чтобы во дворах было чисто, необходимо уважать чужой труд и город, в котором живешь. Я очень хочу обратиться ко всем жителям города Бреста, не только моего района. Пожалуйста, будьте аккуратнее. Мы живем на этой земле. И вам, и нам неприятно, когда... Ну, понятно, что в 6-7 часов вы выходите где-то уже чисто, потому что наши дворники все убрали. Но они работают до 14 часов. И понятно, что после 14, если вы кинули ту бутылку или там, как говорится, то мусорный пакет, то оно будет лежать до следующей в 6 часов утра. И это будет ни вам неприятно, ни нам неприятно. Соблюдайте чистоту нашей земли.